Друзья, всем привет! С вами я, Софья Скай, наша программа Actors Talk. Сегодня к нам в гости я ожидаю очень талантливого актёра театра и кино Макара Запорожского. Сегодня будет удивительно интересный эфир, так как я потрясена сейчас. Читаю сценарий и поражена тому, что, несмотря на свой юный возраст, Макар уже успел сняться более чем в 45 картинах. Сейчас мы узнаем о том, как Макар... Вот я вижу, что уже к нам присоединился, я добавляю Макара. Сегодня мы узнаем о пути к успеху, о том, как юный артист оказаться в таком огромном количестве проектов. И на сегодняшний день семь проектов находятся в производстве. Макар, здравствуй, дорогой! Спасибо тебе, что нашел время на наш прямой эфир. Рады тебя видеть. Я не успела рассказать зрителям о том, что мы познакомились с тобой совсем недавно на премьере фильма. Ильяна, верь мне, куда меня пригласила наша подруга. Ну, ничего, сначала расскажи, а я пойду ей шинку выключу, хорошо? Не-не-не, Макарчик, не покидай меня, пожалуйста, дорогой. Расскажи нам все про себя срочно. Где ты сейчас находишься? Чем ты занимаешься? Сейчас я нахожусь дома, на кухне. Вот, собственно. И перебежками между Никольной горой и Москвой, пока сегодня выходной, а так сейчас съемки проходят в Никольной горе. Дебютный фильм братьев Кресняковых и режиссеров. Макар, у тебя семь проектов в производстве. Вот была ли, ощутил ли ты пандемию вообще вот всю тяжесть, которую ощутили все артисты, работающие в театре, работающие в кино? У тебя так много проектов на выходе. Как так вышло? Слушай, на выходе это растяжимое понятие. Какие-то проекты на выходе аж 16-го года. Так что это, поэтому судить не стоит. Но плотный ли у тебя был график вот в этот последний год? Как часто ты снимался? Как часто приходят к тебе кастни? Вообще, есть ли разница в активности до периода пандемии в твоей конкретно судьбе? То, что было до и то, что происходит сейчас. Как это задело твою профессиональную деятельность? Да, слушай, ну сейчас как бы по проценту спроса, я бы сказал, ну примерно то же самое. То есть после всего, мне кажется, все встали на ноги. Все, кто дали, они как-то приспособились к обстоятельствам и все полезное из них извлекли. Так что научились свои капиталы обращать нужным образом. А так, ну, сходил я вот, ну так же, как и все, там три месяца сидел на даче безвылазно, потому что никто ничего не планировал, не собирался. И проект, который уже снимался, он тоже остановился. Вот мастер как раз для НТВ Art Pictures, который делал. И как только дали отмашку, мы тут же стали снимать с 15-го июня. Вот. А так что? Ну, сходил я после пандемии, там, на кастингах 20, наверное. Все, ну, ну, как обычно. Скажи, ну вот сам процесс кастинга на данный момент, он поменялся? Есть ли возможность, появилась ли возможность отсылать свои селф-пробы больше, чем раньше? Потому что я помню, что нужно было появляться обязательно в кабинете, видеть перед собой кастинг-директора, живое общение считалось самым главным. Сейчас же, на самом деле, все немножечко по-другому. Не так ли? Расскажи про это. Потому что, на самом деле, да, ты действующий актер, у тебя практически не бывает простоев. У нас очень многие гости, посетившие нашу передачу, они, наоборот, говорят о том, что абсолютно ничего сейчас не происходит, и что довольно трудное время. И очень здорово, что у тебя нет такой разницы большой. Но вот все-таки это же не для всех сейчас так. Расскажи, вот в чем, наверное, вот к твоей личности хочется вернуться. Расскажи про свой путь. Как вышло так, что у тебя действительно не бывает простоев? Понятно, талант, понятно. Саня, неспокой, тихо-тихо-тихо. Безусловно. У меня бывает простое. С самого начала бывает простое. Расскажи про это. Я просто, когда открылась, смотрю, человек вообще вот не отдыхает. Я думаю, как так? 30 лет, 45 фильмов. Да там где-то, знаешь, где-то по пупочке там подсобирал, под наскрёб. Это же не везде какие-то там приличные роли там большие. Совсем нет. Это так как-то получилось. Ну, и вот сейчас закончили этот мастер, эту эпохальную эпопею. В октябре. Потом в ноябре там было пять смен для полного метра Светлакова. И всё, и полтора месяца я сидел достаточно так плотно. И вот только сейчас, благодаря вот вдруг тому, что, я так понимаю, Женя Ткачук не смог или отказался, я впрыгнул в последний вагон вот этого проекта, который сейчас идёт. Расскажи про него немножко. Что это за проект? Ой, ну это, наверное, ещё пока рассказывать. Ну, это беспрецедентная история. Это просто, это подарок судьбы. Такого не было, наверное, у всех, кто там работает ещё в жизни. А там работают большие и небольшие артисты разные. Ну, это очень крутая затея, которую они придумали. Это просто супер. А главное для актёров, который такой, да, это кино. Полный метр они делают. Очень классно. Ой, видно по лицу, что ты действительно получаешь удовольствие от этого проекта. Это очень круто. Это очень здорово. Макар, расскажи про фильм «Илиана Верьми». Как ты попал на этот проект? Твой герой настолько яркий там, настолько смелый, настолько жестокий. Про проекты, про то, откуда ты берёшь характеры. Поделись немножечко актёрской тайной. После чего мне, конечно, захочется спросить о том, как вообще вся эта деятельность родилась в твоей жизни. Да слушай, какой актёрской... Нет никакого актёрской тайны. Какого всех, мне кажется, что-то из себя, что-то из того, что ты именно видишь, хочется изобразить. Вот ты берёшь текст в руки, у тебя уже рождается... Ты в голове начинаешь снимать этот фильм. Ну, я про себя говорю. И ты у себя уже слышишь эту музыку текста, эту музыку кадра. У тебя как-то рождается картинка, рождается интонация, рождается темп, ритм того, каким это должен быть человек. Вот этот вот, о котором речь в тебе идёт, собственно. И ты его как-то там сам по себе лепишь естественным образом. Ну и разумеется, когда ты начинаешь уже работать с соавтором, то есть там с режиссёром или с партнёром, то как-то это всё начинает взаимодействовать, и возникает то, что возникает. А фильм «Элиана» тоже в каком-то смысле уникальная штука. То, как вот я прочитал сценарий, я просто офонарил от того, что я прочитал. Потом мы начали общаться. А, они в Питере все, они прислали просто пробы запиши. Ну, я как-то от фонаря записал пробы, повеселился какому. Им понравилось, мне утвердили. И потом они начали репетировать, и они сняли весь фильм уже, не приступив к съёмкам. То есть они построили миниатюрную декорацию, и вот там уже всё рассняли, откуда что это будет, на каком реплике, какой кадр. И потом, когда начали снимать, то получилось всё именно так, как они репетировали. То есть это, по сути, уникальная какая-то взаимосвязь. То есть люди, обычно ты пишешь одно, представляешь себе второе, а получается вообще третье. Насколько практика показывает. Это действительно потрясающий подход. Люди имеют возможность порепетировать между собой, и в то же время чётко уже знаешь, что нужно снимать без лишнего. Часто ли ты бывал на проектах, где тебе удавалось репетировать со своими партнёрами до съёмок? И как ты вообще относишься к процессу подготовки к кино? Ну как? Это большая роскошь, мне кажется, в нашем сайте. Я-то, понимаешь, я больше, как бы, у меня таких крупнобюджетных картин достаточно мало было, где люди могут позволить себе подобными вещами заниматься. Вот. У меня всё больше какие-то там телевизионные истории. и там, как правило, всё чуть-чуть более на коленке. И поэтому ты дрессируешься, воспитываешь себя, чтобы уметь в этих условиях всё равно, как бы там ни было что-то, не уронить. А так, конечно, я за репетиции, я за вообще всё, что может иметь отношение к подготовке именно творческой. Это бесценно. Действительно, работая в проектах, которые делаются довольно спешно и быстро, ты получаешь свою роль, видишь своего героя, у тебя возникает фильм перед глазами, когда ты читаешь про свой герой. Бывали ли у тебя случаи, когда ты совершенно был не согласен с тем, что написано? Приходилось ли тебе исправлять свои реплики на площадке? И как ты взаимодействуешь с руководством, если случается что-то, где ты видишь, что, прочитав или сделав так, как написано, герой не будет тем, каким ты его себе представлял? Бывали ли такие случаи у тебя? И как ты решаешь эти вопросы? Да бывают и есть. Я вообще в этом отношении довольно презренная листья. То есть я не могу позволить себе отказываться пока что от всех приложений, которые поступают. И я стараюсь откликнуться на любой зов, поскольку там у меня дети, ипотека, все как надо. Поэтому я не могу позволить себе мне зарабатывать. Я вписываюсь во все, во что предлагаю. и вот как ты сказала, что если ты не согласен с тем, что написано, ну, милый мой, давай, будь добрый как-нибудь. У меня есть, разумеется, уважаемые коллеги, которыми я очень, они не очень, не восхищаются, а как-то я вот это у них очень уважаю, когда они берут текст, пусть они там не совсем обеспечены, как-то, но они плюют на это дело и нет, это не мое, я этого не знаю, я это не вижу, я это не понимаю и не хочу. И вот они верны себе остаются. Это прекрасно, если ты можешь себе позволить. Но хотя, что ты можешь себе позволить, каждый сам для себя решает. Пускай я буду лучше с голого жопа шалаше, но себя не враню. А я все-таки пока вот не дошел до такого дзена, я подписываюсь на все, что можно и нельзя. и как бывает, что проект совершенно соответствует твоим чувствам. Но тем не менее, ты стараешься как-то и в этом научиться плавать и понять и может как-то повлиять на то, что получится или не получится. Такой процесс достаточно живой. И да, ты с коллегами, с режиссером ты внедряешься, стараешься повлиять на процесс. Ты знаешь, вот эту Ильяну когда снимали и был Виктор Иванович Сухоруков на площадке. Не было уже этого фильма. Не было ничего ни режиссера, ни оператора, понимаешь? На партнере он всем рассказывал, как надо снимать. Смотри, вот здесь, вот тут буквально нет, нет, а как-то вот подумал, вот здесь, если вы, она говорит, а ты, и вот тут получится вот такая. Ну, окей, хорошо. Он великолепен, просто гениальный. Это звезда, там, это вот каждый себя решает, такие вещи, тонкие, например. Скажи, ну вот работа в театре и в кино для тебя, где, вот по ощущениям, понятно, да, что участие в проектах действительно основная профессия, я как коллега абсолютно согласна с тем, что мы действительно материал, мы инструменты, это наша прямая работа справляться со всем тем, что нам дают, в общем-то, да, с материалами, но все же для души, вот ты где себя чувствуешь как дома, да, образно, на сцене или в кадре? На сцене, конечно. Ну, скорее, даже не на сцене, а в репзале, наверное, и не на первой репетиции. У нас был вопрос среди наших, кто нас сейчас смотрит, как стать актером. Как раз возвращаемся к самому основному вопросу. Твои родители, твой брат, вся твоя семья связаны с актерским искусством. Как стать актером, как для тебя произошел, начался этот путь? Видел ли ты с самого начала, что да, ты будешь артистом, стал ли ты себе какие-то цели? И как ты попал в, как ты выбрал себе вуз, в котором ты в итоге стал обучаться? И таким образом мы придем к тому, что театр и сцена более родная. Потому что все-таки у нас в России театральные в основном вузы. Театральные традиции, да, очень сильно. Ну, как тебе сказать, я вырос просто в театре. У меня папа, мама там все. так что все было довольно-таки... Я даже больше старался избегать в каком-то этапе этой участи. Да. Ну, вот, видишь, не получилось. То есть, наоборот, не хотел, да? Ну, как-то, то, что да, брат тоже стал актером. И все такие у нас, вот, мы все актеры. Это какое-то благополучие меня хотелось нон-конформизма какого-то, понимаешь? Драмы. Вырваться. Даже не драм, хотелось феерии, чего-нибудь такого-этакого. Вот. И я сделаю свое дело. Может, даже не лень, конечно, проведение. Ну, в общем, я понял, что мне придется лезть в совершенно иную степь. и я решил полезть в знакомую степь, куда, куда, собственно, полез теперь, до сих пор лезу. То есть, там, понимаешь, здесь было все понятно, понятны ориентиры, критерии, язык. Все было вроде как и довольно-таки легко давалось пролезать в эти все щели. Так что, сюда я полез. Потом, когда я закончил школу, ну, в конце 11 класса в институту, папа мне помогал, с папой готовился, научил программу и начал с ним ходить по вузам, смотреть дипломные спектакли. Там вся. Вот. И когда дошел до Гитиса, мастерской, Олеговича, Патришова, то там просто для меня, когда увидел, это до сих пор, наверное, ну, из-за того, что еще и юный, был такой очень человек открытый и очень легко попадало в меня все, я ощутил самое большое театральное впечатление в своей жизни. То есть, я потом там смотрел там или Пажа сейчас, да, какого-нибудь и Кастера, Фостом Майера, но ничего такого, что я испытал тогда, я просто не испытывал. И с тех пор, как я увидел их спектакль, для меня всякие вообще мысли о том, куда идти, они канули в лето, потому что других вузов, других мастерских для меня разрушить самым и самым крутым было бы попер, И я как-то попер, пошел, рвался и поступил. И это было одно из самых счастливых времен в жизни моей, да. Знаешь, как в 60-е говорят, время, когда все получалось. так вот это тоже было время, когда все получалось удивительным образом. Тогда, наверное, много чего хотелось, когда очень чего-то хочется, оно так получается. Очень интересно, не помнишь ли ты именно тот самый момент в этом представлении, который тебя зацепил? Именно вот что это было, то самое, что сказала тебе внутри, да, это точно мое, я хочу, и я пойду туда. На самом деле, все наши решения, они приходят в какой-то один определенный момент принятия решения. Ну, как-то сказать, ну, касательно профессии, как я тебе уже сказал раньше, это произошло раньше, то есть я начал готовиться уже с полным осознанием этого дела, потому что я, будучи там в школе, я подснимовывался где-то, в рекламах очень много снимался, там, 7 лет в театре работал уже, и играл там в детский ролик, так что как-то для меня, и я жил с театром, это был театр-дом, я везде мотался с отцом на гастроли, по России, по Прибалтике, и для меня детской площадкой был театр, вот мы приезжали в Екатеринбург, допустим, там какой-то театр, батя идет там репетировать, прогонять, по гримеркам, а я по коридору дверь просовываюсь, запоминаю, как идти обратно, и мне главное, вот меня интересовало добраться до вот этих машинерий под сценой или на колысники куда-нибудь, вот где поворотный круг, вот эти механизмы все, я изучал новые пространства, помещения, я находил что-то очень интересное иногда какое-нибудь, там иногда ты так гуляешь, открываешь дверь, а там Гончаров с Зайцевым сидят, и как-то вообще хорошо было. как я понимаю тебя, у меня бабушка и дедушка артисты заслуженные играли ему с братом в детстве, реально жили в театре, ей дали не общежитие, а комнату в самом здании театра, и все вот эти помещения, все эти мешки с декорациями везде там прыгали, бегали, действительно, это тот случай, когда ты рождаешься в этом, действительно, мои вопросы могут тебя навести на такое, что, а как это ко мне пришло, я родился в этом, когда вся семья артистов, скажи, а страшно ли тебе или важно ли, вернее так, важно ли для тебя мнение, оценка твоей семьи после твоих работ? Как ты относишься, да, вот ты снялся в картине, вот будет премьера, и вся твоя семья, в общем, это профессионалы в этой же сфере, для тебя важно их мнение? Есть такой момент? Ну, как, понимаешь, важно внимание, а не сами комментарии, наверное, я обязательно позову, я обязательно покажу, обязательно поинтересуюсь мнением близких из соратников и соратников по цеху, да, в том числе, но что они скажут, это уже не так важно, потому что мы разные люди разных поколений, разные, у нас, может быть, вкусы в искусстве разные совершенно, так что как бы как можно ориентироваться на мнение человека, который любит Малевича, и спрашивать у него, как твоя картина, которую ты написал в стиле Рококо-Ко? Это как? Ну, это странно, и я иногда, я всю критику с удовольствием заслушаю, потому что что-то я для себя подмечу важное, ценное, то, что действительно, мне кажется, на что я бы не обратил внимание, ну, а если как бы человек сказал что-то, ну, я послушаю, хорошо, замечательно, но это не всегда как бы показания к действию, ну, я говорю про своего папу с мамой и брата, очень-очень важно иметь их мнение, но прислушиваться или нет, это уже другой вопрос. Полагаться на себя. И театр и кино все-таки, ты сказал, что для тебя роднее театр, выступления, да, репетиция. Расскажи, в чем разница для тебя вот в этих двух наших проявлениях на сцене и в кино. В чем разница и почему тебе душевнее все-таки театр больше? Расскажи про это. Прости, тут сейчас подсоединился очень важный человек. Здравствуйте. Он понимает о коме, разумеется, мнение шефа, оно вне всего. Почему ты имеешь в виду не кино? душа больше к театру? В чем разница для тебя и почему душа больше лежит к театру? Ну, потому что вот я в России встречал, по пальцу можно пересчитать те съемочные группы, действительно, команды, привет, Марина, когда люди реально занимаются одним общим делом. Чаще всего, чаще всего, это человек человек волк в съемочной группе, в нашей по крайней мере. То есть сытвики у них все свое, звуковиков поскорее этого, буфетчица лишь бы лимон закончился. И все как-то там лепят свое потихонечку канал заказал, надо делать. Ну, надо делать. Вот. А чаще всего, я помню, с съемочной группой Михалкова я столкнулся, когда настолько дисциплинированная команда была, настолько выдрессированные как будто бы люди, что как только вот там режиссер подходит ближе, чем на два метра к артисту, все естественное образование. без всяких команд, без всяких простых как бы это этика. Вот и полголоса режиссер что-то говорит, договорились, отходит, пробуем, все в тишине начинают подготовку, и только команды второго режиссера, и так, мотор, поехали. ты чувствуешь, что все работают над одной вещью, всем важно одно. И вот то же самое, как в театре, когда мы начинаем репетировать, так или иначе, вот мы выходим из репзала, всех свои дела, неважно, но пока ты здесь, пока ты репзал, у всех одна задача, все занимаются одним делом. А вот съемочная группа, это заходят на проект люди, выходят, заходят, выходят, ты приходишь на какую-то площадку, вы все друг другу чужие, никто там, это же очень редко, когда вот операторы бывают, да, но это же компашки все время работают, и то бывает продюсер скажет, нет, тут будет такой-то, а там будет секой-то, и будет доп. Вот, так что вот этим, наверное, получается, когда все вместе работают, действительно так, вот под каждым подписываю словом, и сразу хочется спросить, а также ли вот ты снимался в картине знаменитого режиссера Фрэнсиса Лауэнса, расскажи про этот опыт, и есть ли разница, опять же, вот в их подходе, и да, ты уже рассказал, в принципе, ответил на этот вопрос, расскажи про опыт съемки картины знаменитого режиссера, и действительно про их подход немножечко тоже, потому что об этом, об этой разнице действительно мы разговариваем со многими нашими гостями, пытаемся понять, почему действительно такое отношение, все работают над картиной в итоге, самое главное это то, что будет на выходе, действительно очень важно концентрироваться только на своем основном деле, и каково было там, наверное, очень похоже на съемочную группу Никиты Сергеевича Халкова, полагаю. Ну, я вот с группами Халкова только два раза в жизни сталкивался и не смог так глубоко это все осознать, а там, конечно, ребята, которые на этом уже столько съели, и там действительно все в плане подхода к делу, то, о чем я говорил, это просто беспрецедентное что-то. Скажи, как ты попал на этот проект Фрэнсиса Лоренса, конечно же, я могу себе представить, я знаю, как сложно попасть на такие проекты, и действительно отношение в Голливуде к картинам совершенно отличается от того, как ты... Ну, слушай, это же все-таки традиция, это традиция, это этика, традиция, сложившаяся десятилетиями. У нас было советское кино, когда люди работали при студиях, там Мосфильм, киностудия Гойкова, они сидели на зарплатах, они были в штате, им вообще это было другие, другой совершенно кино, другой процесс. Потом все нахрен развалилось, начались 90-е, что Мосфильм что-то производит сам, да ничего, это просто как бы студия, которая арендует все, что может арендовать. Как, знаешь, как сели на выкачку нефти и продажи, вот так же Мосфильм сел и стал всем, чем может, зарабатывать. И у нас начались вот эти совершенно наколеночные проекты сначала, когда все как-нибудь оп-оп-оп и пошло-поехало. И потом студии столько разобрелось, и студии крупные даже там, тот же нон-стоп, допустим, они занимаются совершенно разными проектами, да, и бюджетными, и небюджетными, и для каналов, и для себя, и для фестивалей, и для кинотеатров, для всего. А там, допустим, вот эта студия, да, Warner Brothers или 20-й век Fox, это же традиция, которая сложилась десятилетиями, разумеется, люди, которые там, кто приходит, они понимают, что они должны соответствовать. Вот там мне гримерша рассказывала, что она, когда у себя там в Калифорнии сидит на студии, она выходит и видит эти афиши, через которые она должна пройти, чтобы там ее просто, она такую испытывает гордость, такой восторг, такой духоподъем от того, что она причастна, вот как она часть этого всего сейчас. Ох! А тоже же пока так подумать, понимаешь, когда вот великая депрессия, бах, люди просто начали убивать себя и сразу же евреи всадили денег, как следует, чтобы отвлечь людей. И вот все родилось тоже, как бы от добра добра не ищет, знаешь. И планка родилась, и уровень, и мастерство, и спрос, и предложение соответственно. Так что мне не кажется, что это кто-то плохой или хороший, это все определенное стечение обстоятельств. Вот если бы у нас продолжалось советское кино, мне кажется, у нас бы индустрия тоже такой была бы. Ой-ой-ой-ой, извините. Ну, конечно. Добрый вечер. А как попал туда? Ну, ты знаешь, наверное, такого Ричарда Кука, такой ирландский лондонский агент, у него сегодня большое агентство в Лондоне и в Дублине. Вот, и он устроил тоже просто совершенно раньше не виданное, но и нигде действие, это называется фестиваль саптайтлс, куда едут фильмы со всего мира, но только не на английском языке, то есть все фильмы должны быть субтитрами. И вместе с этим он отсматривает с этих фильмов, везет людей, которые будут эти фильмы представлять, тоже со всего мира, актеров, режиссеров, и свозит туда со всей Европы и Лондона и Америки, кого может достать кастинг директоров. Сначала было 20-30 человек, потом 50, а теперь вообще 86 там на фестивале было, представляешь? И каждый актер, который вам приглашает на этот фестиваль, откуда бы он ни был, ему создают, когда он приезжает, его расписание, и в течение всего фестиваля у него каждый день по 8 встреч с глазу на глаз с кастинг-директорами. И кастинг-директоры тоже получают расписание, кто у него когда будет. И вот я два раза был на этом фестивале, потому что Ричард как-то в меня видимо поверил, хоть я и не один раз никакое кино там не представлял. Меня заметили просто, когда мы играли спектакль, назывался «Чеховс Найт», это выдавили Чехова на английском языке, и его приятель Джерри Маккарти из ирландского посольства тогда еще, он пришел посмотреть на Кришкова, когда Горько только выстрелило, и вот этот фильм повезли на этот фестиваль, и может Егора пригласить тоже посмотреть, пришли на него посмотреть, мы с ним играли, и меня тоже увидели. А я по-английски люблю трендители, бла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне это даже как-то меняет, люблю языки иностранные, вот, они меня тоже заметили и позвали, и я приехал, а потом Ричард втихаря сказал, мне что-то в агентство я не позвал, но просто говорит, на вот запиши, мало ли, на вот посмотри, попробуй, и так раз в полгода что-то не отправлял. Но я раз записал, два записал, там, три-четыре. По-моему, на четвертый, на пятый раз этот проект пришел, и меня утвердили. Круто. Английский язык. Ты поучаствовал в одном фильме Фрэнсиса Лоренса, имея английский язык. Расскажи тогда, почему же ты не направляешь свое внимание на Запад, или направляешь. Расскажи, про это, имея английский язык и уже опыт работы на Западе. Есть ли у тебя желания и планы дальше продолжать свой путь в ту сторону? Слушай, ну, желания и планы такие довольно пассивные, потому что я тоже думал, что для актера это какой-то элизиум побывать в Голливуде. это вот то, для чего мы все этим занимаемся, то, к чему мы все стремимся, все ныне живущие актеры на земле. Попасть в Голливуд. Ну, как мне, как молодому парню казалось. Звучит довольно глупо, согласись, да? Да. И вот попал. Действительно, условия просто потрясающие работы. Все, что ты захочешь в любую секунду, будет все сделать для того, чтобы это было исполнено. То есть, там, условия, машины, размещение, там, тебя обеспечивают еду, деньгами, связями, массажистом, кем хочешь вообще. На репетицию вся эта съемочная группа Арава, там, великих профессионалов превращается в статуи. Вот так их нет. Все, понимаешь? И не в техорях что-то там разводим, как-то там шить. Ну, примерно так. Давайте закончим репетицию. Входят все в систему по стеночке. Вот так. Ну, мы покажем вам, да. Все, мы все показали. Какую-то ерунду уже показали. Можно было много интересней все сделать. Ну, в сценарии так написано. Примерно так будем снимать. Все, хорошо. Все начали там записывать. Мы ушли, нас нет. Они через 20 мы приходим. Здесь уже Вавилон вырос там. Свет, кран, телега, все. Стоит только задницу поднять, на твое место тут же садится копия тебя. Ты что хоть делаешь? Просто как бы ребята. Так и есть, реально. Думаешь, вот это привет. Вот это привет. Садится копия тебя. Это сильно я запомнила. Но когда дело касалось как бы конкретно моей профессии, то, для чего я как бы начал этим заниматься, то здесь как бы осознание полностью того, что вообще ничего нового, сверхъестественного, там, более интересного нет. Потому что более просто жесткие рамки, более там дорого все, может быть, кому-то престижно. Но касательно профессии, актерского дела, театрального дела, там те же самые проблемы. Тоже как бы тупко, где трудно, там тоже мало хорошего и много плохого. Абсолютно. И поэтому я понял, что то же самое можно делать и здесь, служить своему делу. То есть это не обязательно, неважно где, что тут ты будешь себя спрашивать, что там ты будешь себя спрашивать. Просто здесь больше как бы перспектив. Я не отказывался, продолжаю присылать, я продолжаю записывать, что я против, что ли? Нет, с удовольствием. Но просто глаз уже, слава Богу, не горит. То есть трезвенешь. Это очень приятно. На самом деле, Макарна, сегодняшний день заинтересованность в российских артистах возросла в несколько раз. И возможность появляться на съемочных площадках всего мира также возросла в несколько раз, так как в пандемии все посылают свои селф-тейпы друг к другу. Я брала интервью Брэда Райтнера, который говорил о том, что сейчас самое лучшее время для посещения новых проектов, знакомства с мировыми кастинг-директорами, режиссерами. Поэтому сейчас прям самое-самое время для того, чтобы наш большой шарик в актерском мире превратить в более маленький. Сейчас все стало более возможно. Действительно очень интересно. Те актеры и артисты, которые знают иностранный язык, сейчас становятся очень популярными и в Европе, и в Соединенных Штатах. Поэтому я уверена, что если ты получаешь предложение и проходишь кастинги на сегодняшний день, я уверена, что очень скоро мы тебя увидим в зарубежных картинах. Обязательно. Потому что немногие артисты наши российские обладают возможностью говорить на втором языке. Поэтому это огромнейший бонус. это, собственно, единственное такая, может быть, единственным моментом, который создает такую, знаешь, заоблачность этого Голливуда. Всего лишь нужно знать язык. И ты абсолютно прав, что там в общем-то все практически так же, как и у нас. Но только есть схема и система агентов, менеджеров, которые следят за всем попаданием на кастинге, получение проектов, более логичное, более понятное. чем здесь. И опять мы возвращаемся к тому, как попадать на проекты. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя здесь агент или просто существует база, в которой все уже знают, что ты есть и таким образом находят тебя? Как здесь находят режиссеры своих артистов? И так, и так. Ну, у меня есть агент, да, уже давно один и тот же. Вот. Но по большому счету, мне кажется, многие, когда слышат мою фамилию, понимают, о чем идет речь. И так. Так что... Но это не способствует особо там ничему. Но понимают, о чем я речь. Макар, скажи, а ты когда-нибудь думал о том, чтобы написать свой сценарий или снять свою картину? Если да, то в каком жанре ты бы это сделал? Слушай, ну, были, да, я даже вот не так давно продюсировал одну картину с товарищем, мы сделали фильм, и он, честно говоря, получился таким, каким я хотел бы кином заниматься. Вот таким... Как называется этот фильм? Где его можно посмотреть? Расскажи. Сейчас мы его, слава Богу, продали на старт, и на старте его можно посмотреть. На старте он называется «Я вернусь». Это фильм на армянском языке, снятый в Армении с армянскими артистами. Вот. И мне кажется, очень хорошая картина получилась. Почему ты остановил свой выбор на этом сценарии? Ну, как... Ну, потому что вот у меня есть мой партнер-друг-товарищ, вот он армянин, но у меня как бы это особо не так важно для меня, но он рассказывал, он очень человек такой энергичный, энергичный, скажем так. А я довольно-таки агностического склада, такой инертный человек, и он все время мне, Макар, давай то, давай это, смотри вот так, смотри вот это. И мы с ним думали, ну, дай тоже попробуем, и ходили, нашли какие-то сценарии, которые нам показались перспективными, ходили по компаниям, по каналам, показывали Муругову, показывали Рубена Деждишьяна, где-то продвинулись, где-то нет, но в какой-то момент мы все равно понимали, что если мы имеем дело со студиями, то они имеют дело с деньгами, и им надо коммерчески выгодный материал, ну, если как бы он к тому предрасположен. и ты сталкиваешься с редактурой, и редактура начинает тебя так формовать, что это в конце концов уже перестает быть твоим проектом, таким, каким ты хотел его видеть, собственно. А это начинается уже какой-то опять продукт получается. И мы поняли, что ну, нафиг это дело, давай своими силами, как-нибудь. И эта история про парня из деревни, про то, как он живет, про жизнь, про то, что он без отца. Потом отец возвращается с войны в середине 90-х в Армении, там, деревня рядом с Азербайджаном. И отец с сыном пытается научиться быть отцом и быть сыном, потому что там ему было два года, когда он ушел, сейчас ему шесть, и он единственный там, мальчик в семье, дедушка старый и мама. И разумеется, он там себя уже полностью мужчиной как бы ощущает, ну, так, как он может себе это представить. А появляется папа, и он начинает чувствовать себя ребенком, и он не понимает, как с этим быть, у него такого не было раньше никогда, и папа понимает, что как он в армии там с людьми взаимодисла, тут с маленьким человеком, который такой мужчина весь из себя, а он вовсе мужчина. И как это должно быть вообще? И вот они учатся, у них не получается, потом получается, и все это в очень красивом месте, с замечательным оператором Сережей Комаровым, с красивыми людьми, красивой одеждой, на красивом языке, все это вот так у нас получилось сделать, мне кажется, это удачно. Какова судьба этой картины? Куда она пойдет дальше? Мы поездили по фестивалям уже, мы так прилично посвятились, звезд неба не хватали, там получили лучший режиссер, лучший сценарий в Лос-Анджелесе, на таком-то фестивале, как в Европе только там до номинантов дошли, был прокат небольшой в России, был прокат небольшой в Армении, вот, и сейчас мы продали его уже на старт, чтобы можно было всех посмотреть, как они могли с вами. Здорово. Будешь ли ты продолжать свое развитие в продюсировании, понравился ли тебе этот проект, будешь ли ты дальше развиваться в этой сфере? Ну, слушай, понравилось, конечно, но это очень дорогое удовольствие, поскольку прокатным кино заниматься неинтересно, интересно заниматься своим кином, а свое кино, оно не приносит денег, только тратишь свои, по большому счету. Потому что мы потратили миллионы, а заработали там 150 тысяч какие-то, и эти даже 150 тысяч мы отправили потом в фонд поддержки Карабаха. Так что здорово. следующий шов зайти, надо жирку поднакопить. А так затея есть, Макар, скажи, в каком жанре тебе нравится больше сниматься как актеру? игровое кино, я очень люблю театральное кино. Знаешь, когда артисты могут позволить себе куда больше, чем просто быть органичными. То есть это что-то в стиле отеля Гран-Будапешт, это что-то в стиле как бы тарантиновских таких историй. когда я люблю театральное существование в кино очень. И вот такое какое-то острое мне бы хотелось. Потому что с миловидным лицом говорить или в военной форме со сморщенным бомбом и огнем в глазах что-то это тоже вроде да. А вот в характерных каких-то вещах я всегда чувствовал себя не до, не до. Мне хочется это в себе перебарывать все время. Чтобы быть не собой. Да, и у тебя получается это действительно фантастически круто. Действительно фантастически круто. Я получила огромное удовольствие. Действительно. Друзья, я всем рекомендую посмотреть картину Ильяна. Верь мне. Да и все картины я думаю с Макаром будут посмотреть интересно. И сегодня же я посмотрю ваш фильм, который вы спродюсировали и показали его в Лос-Анджелесе и который имел успех. Макар, у нас, к сожалению, остается совсем мало времени до конца эфира. Мне бы хотелось спросить у тебя по традиции нашей передачи несколько советов для начинающих артистов и уже для опытных, которые могли бы каким-то образом воодушевить. наших зрителей. Три совета от Макара. Ну, кто бы что ни говорил, слушайте себя в первую очередь. Вот у меня с этим были большие проблемы. Вот. Я все пытался соответствовать какому-то стереотипу или не стереотип, а просто там каким должен быть хороший актер и так далее. Никаким. Вообще, мне кажется, хороший актер для одного, для другого он не хороший. Вот. Поэтому слушать себя, стараться быть верными себе. Вот в каждой, в каждом шаге, да не только в профессии, в жизни, там, постараться как-то жить по сердцу и работать по сердцу. Второе, это обязательно собака, во что бы то ни стало, умудряйтесь получать удовольствие из самой дерьмовой ситуации, в которой может быть, вскройте ее, проба какая-то пошла, чушь какая-то написана или непонятно что, непонятно где, кто делает, взорвите себя и эту ситуацию, получайте удовольствие, удовольствие, ребята, это очень важно. Это будет и для вас, и для них, и для всех очень хорошо. Это непросто, но вот для этого надо как-то уметь правильно расслабиться и расположиться. Это со временем приходит, и кому-то сразу. И третье, наверное, не бояться вообще. Вообще не бояться, потому что чаще всего, мне кажется, рискуя, рискуя, ты находишься между тем, чтобы что-то приобрести и ничего не потерять, по большому счету. Так что, чаще всего, это именно так. Не бояться. Круто. Макар, огромное тебе спасибо. Эти советы вошли в самое-самое сердце. Очень важные, очень нужные. Я очень надеюсь, что у нас с тобой будет повторный эфир. Сегодня, друзья, мы не читали ваши комментарии, вопросы, так как мы надеемся встретиться с Макаром еще раз, где мы сможем прочитать вопросы от наших зрителей и продолжить беседу, которая была действительно очень интересная и не закончившаяся. Макар, спасибо тебе огромное за время. Будем на связи за полезные советы, за твою историю, за действительно полезные советы. Спасибо тебе большое. Семье привет и побольше проектов. Хорошо. Спасибо. Пока-пока. Счастливо.